Ой, граната стреляет чем-то вкусным. На какую кнопку? Красная. Ой. Буду с ним обниматься. Дудника. Ой, блин. Вы думаете, я вообще маленький ребенок, да? Это не укол. Ну, Ань, у тебя и почерк. Это глаз для киски Алиски. В смысле, для киски Алиски? Глаз монстра. Оно гипнотизирует меня. Вот наш подарок. Вот мой подарок. Что это? Кокашка самодельная. Ух ты. И правда, покемон. А вот и торт от нас всех. Привет, сегодня первое сентября. Это значит, что у кисы Алисы день рождения. Но Эйвен ролик выйдет не первое сентября. Ане же нужно его еще смонтировать. Но сегодня же первое. Кстати, с первым сентября вас. А у киски Алиски на днях была операция. И сегодня она на главном канале Magic Family. Вышло видео, где Аня рассказала, как киса Алиса сама себе сняла швы. Как такое может быть? Но мы не можем отпраздновать Алиске день рождения, как обычно. Но мы, как настоящие друзья, будем стараться создать ей праздник. Эм, да, киса Алиса. Ну, в общем, да, после операции киса Алиска чувствует себя не очень. Поэтому мы решили ее хоть как-то порадовать. И устроить ей праздник. Так что ставь Magic Like в поддержку киски Алиски. И пиши волшебный поздравительный комментарий. И обязательно сходи потом на наш канал Magic Family. Потому что там Аня не только про швы рассказала. Там 30 фактов про киску Алиску. И про ее проблемы. Всякие разные, типа как клаустрофобия и такое. Короче, потом обязательно посмотри. Ссылка будет внизу. И поставь там лайк. Так, ребят, у нас тут куча всего. С чего нам начать? Мы столько всего подготовили? Может быть, давайте это... Привет, ребят. Привет, Ань. А что это вы тут делаете? Собираемся справлять день рождения кисалисы. Я думаю, после операции кисалиса не очень хорошо себя чувствует. Но вы огромные молодцы, что хотите ее поддержать. Мы с Мишей пойдем готовить традиционный день рожденческий торт для кисалисы. Своими лапами. Это твоя идея, Миш? Нет. Ну ладно. Правда, мы не умеем готовить такие торты, как ты. Эйван, вы такие молодцы. Дай пять. Вы самые лучшие друзья. Мне нужно следить за Алиской после операции. Снимать ролики. И вы решили приготовить для нее торт сами. Удачи вам. Надеюсь, у нас получится. А пока рдаки будут готовить торт, мы с тетей Софи-сан будем развлекать Алиску. Как, Юмичу? Эй, покемон, как ты меня будешь развлекать? О, Алиска проснулась. Видишь, сколько там мы всего приготовили? Эм, да. Ну, давайте посмотрим, что тут. Например, вот это что такое? Это пипетки-конфетки. Мы решили, Алиске должно понравиться. Кола, яблоко, клубника, пипетка-жидкая конфетка? Да, классно мы придумали. Эм, что это вообще такое? Это пипеточка. А, а в ней? Пахнет ароматизатором, по-моему. Ну да, в ней типа вкусняшка. Так, сейчас попробую. Капель прям в рот. Нет, ребят, так не пойдет. А что? Эта штука для людей, а не для животных. Ну и что? Это же вкусно. Может быть, да, но только вам такое нельзя. И Кисе-Алисе тоже. Блин, как же так? Ну, в общем, я это убираю, это нам не подходит. Ну вот. А так хотелось пипетку попробовать. Это уверено? Да. Надо было не говорить, Аня. Сейчас все сюрпризы заберет. Да уж. Так, а это что такое? Граната на день рождения. Вы серьезно? Граната XXL? И что с ней делать? Ань, нажми на спуск. Спусти гранату. Видели? Ой, ой, она стреляет? А я уже испугалась, что она у меня в руке сейчас взорвется. Ой, она стреляет чем-то вкусным. Ой, Алис, прости. Сахар, вода, лимонная кислота, сукралоза, искусственный ароматизатор, искусственные красители. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, ребят, вы что, это тоже человеческая вкусняшка. Блин, Аня сейчас нам весь праздник испортит. Все приколы запорит. А вот это что такое? Легко создают праздничное настроение. О, Аня, это неоновые палки. Написано 3+. И это хоть что-то несъедобное. Давайте откроем и посмотрим. Давай, Аня, скорее открывай. Так. Там в пластиковой трубочке должно быть 3 палочки. Да, так и есть. Вторую штуку тоже открой. Сейчас открою. Ага, ой, а тут палочки не зеленые. Ну, Аня, не просто другого цвета. А, ясно, ладно. Сделаем Алисе светящийся шейник. Да-да-да, ты их так поломай, они засветятся. Интересно, какой Алиске больше цвет бы понравился? Только не синий. Ладно, сделаем салатовый. Мне кажется, одной палочки будет достаточно. Так, а я пока решу, что дальше? Ну как? Отлично, Алис, с такими друзьями ты выздоровеешь намного быстрее. А ты в честь дня рождения рассказала факты обо мне? Конечно. А на свой канал в честь первого сентября сняла ролик? Да. Проблемы каждого школьника Фит Смешилкины. Мы уже смотрели, а Алиска еще нет, потому что болела. Потом посмотрит. Вы же оставили ссылку? Да, в описании. А это что такое? А это мы тоже для Алисы приготовили. Опять человеческие вкусняшки ММДемс? Вы серьезно? Нет, Аня, это не то. Что не то? Это же конфеты человеческие. Вам такое нельзя. Аня, нажми на кнопку просто, а? На какую кнопку? Красная. А, вот эту? Ой, ой, что это такое? Видишь, винтик? Ух ты. Светящийся. Мы подумали, что это точно может создать праздничное настроение. А кроме всех этих штук, подарки-то вы будете дарить? Тихо, Аня, это позже. А, ладно. А, Алиска? Что это? Смотри, вентилятор. Тебе дует? Нет. А так? Норм. Смотри, как он светится. И что? Ну, это же прикольно, разве нет? Ладно, давай сюда. Ребята хотели себя порадовать. Давай, давай. Я думала, тебе понравится эта штука. Мой вентиляторик. Буду с ним обниматься. Там нужно на кнопочку нажать. Сама разберусь. А еще для праздничного настроения подойдет язычок. Что за язычок? Юмич, вынеси давай. Я пытаюсь, язычище тяжелый. Ох, Юмич, ты не такой же он тяжелый. Ну, может, для тебя нет. Он больше моей головы. Так, ладно, девочки, не спорьте. А, я поняла. Сейчас распакуем эту штуку. Уберем картонку. Розовая дудка. Дудника. Ой, блин. А, ничего себе. Язычище. Думаете, Алиске это понравится? Видала? Может, это тебя развеселит, Алис? Мне целый год исполняется. Вы думаете, я вообще маленький ребенок, да? Ребята просто хотят тебя порадовать. Ну, не знаю, не знаю. Я вообще-то в школу иду, а не в детский садик. По-моему, это весело. Оставить тут. Ладно, оставляю этот язык. Ой, детский сад. А, знаешь, что я подумала? У кисы Алисы, по-моему, не очень хорошее настроение для дня рождения. Ну, понятное дело, Софиш, она после операции. Можно же сделать ей какой-нибудь укол? Какой еще укол? Ну, какой-нибудь укол для радости. Мы там укол нашли? Мы подумали, это укол радости. Это что ли? Вы что? Я не буду делать Алисе никакой укол. Так, во-первых, никаких уколов. А во-вторых, это... Это... Это не укол. Как это не укол? Это же шприц, там, миллиметры и какая-то синяя жидкость. Это ручка. Просто ручка в форме шприца. Да ладно? Что, правда? Да, вот сюда надавливаешь на шприц. И вылазит паста. А синяя жидкость, это... Это просто для прикола. Не верю. На, смотри сама. Блин, точно, так неинтересно. Но можно проверить, пишет ли она. Вот, у нас есть бумажка. Эм, это не просто бумажка, Софиш. Это упаковка. Да, там какие-то такие серебряные смешные волосики. Это какая-то лампочка, что ли? Это тоже для праздника. Ладно. Давайте на ней проверим, пишет ли наш укол. Шприц. Так, киса, Алиса. Ну, Аня, у тебя и почерк. А еще в школу у нас отправляешь. Да просто неудобно одной рукой. Еще и бумажку придерживать. Короче, укол ваш пишет. Аня, а давай посмотрим, что это за светяшка такая. И у нас еще светяшки есть. Да, самые разные. Мы хотим себе проверить. Так, погодите, давайте светяшки попозже. Да, точно, тем более мы же кое-что придумали. Что? У нас тут еще кое-что есть. Но чтобы это сделать, нам нужно, чтобы Алиска вышла. Понимаешь? А ребята пусть пока в вопросе голосуют. А ты договорись. И не надо договариваться. И шептаться тут за моей спиной. Я и так сама выйду. Алис, мы просто думали, что тебе тяжело ходить после операции. Ну... Алиска немножко замедленная после операции. Ладно, уйду я. Давай, возвращайся через 5 минут. Короче, пока ребята голосуют в вопросе. У нас есть всякие антистресс-штуки. Типа мягкий пластик. Кинетитетский песок. Прикольно, а у меня есть песочные часы. И мое предложение, чтобы каждая из вас сделала ей свою поделку. На скорость, кто быстрее. Но сначала нужно выбрать, кому что. Что? Набор всяких мягких штук, из которых можно лепить. Или же набор разных кинетических песков. Я буду делать поделку из кинетического песка. Но у меня как бы нет больше выбора. Давай, Юмичу, посмотрим, что у тебя тут. У тебя тут такая мягкая желтая штука, из которой можно лепить. И потом она застынет. В такой же баночке еще белая. А еще розовая и оранжевая. Вот эти вот в пакетиках. Мне кажется, это то же самое. Только нужно убедиться, что все они свежие. Может быть, какие-то уже залежались. Например, оранжевая не лепится уже, а ломается. В общем, сама разберешься. У тебя тут есть еще такой синенький, типа пластилинчик. Он тоже застывает. А вот в этой баночке что? Это вообще кинетический песок розовый. Да, он сюда случайно попал, и он идет к Софи. Вот такая какая-то белая штука. Не белая, белая, голубая, Ань. И это лизун, по-моему, с пенопластными шариками. Ну, я думаю, он пригодится тебе для твоей поделки. Еще здесь есть баночка с белой такой же штукой, которая застывает. Вот такой вот сиреневый лизун, похожий на жевательную жвачку. Это и есть жвачка, только для рук, а не для рта. Ну, в общем, Юмичу, видишь, ты все знаешь лучше меня. И такая же у тебя здесь есть красная штука. Можно начинать? Погоди, а у тебя тут что? Целая банка песка. Кинетического? Угу, я проверяла. Просто он такого же цвета, как обычный песок. Еще маленькая баночка темно-зеленого кинетического песочка. Большая баночка розового-синий. Я уже знаю, что из них сделаю. А еще маленькая баночка розовенького. Маленькая баночка желтенького. Большой пакет салатового. И немножечко темно-зеленого. Приступаем. Все, девочки, ваше время истекло. Моя поделка готова. Юмичу, ну ты же просто надпись скатала. И точки слепила. Ну и что? Знаешь, как я устала. А я-то целую подделку делала. Молодец, Софиш. А что вот это такое? Это глаз. Глаз киселисы. Глаз? Это киселисы с цветком на полянке в солнечный денек. Глаз? Просто он какой-то странный. Но ты молодец. Нормальный глаз. Это вообще какая-то безумная белка. А это? Солнышко. А это травка, а это цветочек, да? А почему фон синий-розовый? Ну это типа небо. Что вообще? Не-не-не, все очень классно. Ты молодец, ты реально постаралась. А кинетический песок такой реально прикольный на ощупь. Все, не буду портить. А я сделала зерекиса. На больше букв мне не хватило. Ой, все застыло и стало такое твердое, как пластик. Молодец, Юмичу. Я тоже старалась. Ну что, Кис-Алис? Ну что, Кис-Алис, тебе нравится? Ну да, нормально. Рисунок круче. Ну вот. А это кто? Это ты, Кис-Алис. А что это у меня? Это глаз. Какой-то он странный. Да нормальный глаз. Что вы пристали? На бешеную белку похоже. Ой, да ну вас. Ну ладно, вы же старались. Так что спасибо. Пусть ребята решат, чья поделка лучше. Голосуйте за меня. Нет, за меня голосуйте. Так, я думаю, Эйвен с Пишей уже почти доделали торт. Давайте посмотрим, что это за светяшка. Это какой-то фонарик. Не уверена я, что он работает. Ань, ну включи. Ключаю. О, смотрите, само основание горит и мигает. Разными цветами. Да, а вот эти вот волоски. Может свет выключить? Так, выключим свет. Может быть в темноте виднее будет? Да, уж сама светяшка горит, а вот волоски нет. Как будто немножко они там помигивают. Эх, ладно. Ань, это слушай, я глаз нашла. Глаз. Глаз? Чей это глаз, Софи? Это глаз для Киски-Алиски. В смысле для Киски-Алиски? Ну, для моей поделки. Где она его взяла? Я не знаю. В смысле для поделки? Ну, вы же сказали, что у Киски-Алиски глаз плохой. А, я поняла. Вот сюда глаз. Ага, вместо того. Мне кажется, это теперь еще больше похоже на безумную белку. Глазной протез для белки. Ладно, тогда давайте вот этот глаз прицепим. Софи, да нормальный глаз. Нет, прицепи вот этот. А это еще что за глаз? Жевательный мармелад глаз монстра. Ну да, Киса-Алиса же типа котомонстр. Больше похоже на рыбий глаз. Ну, те же глаза вам не нравятся? Ладно, Софи, сейчас открою, посмотрим, что это такое. Ой, ой, это две половинки глаза. Одна обычная, а со второй стороны как раз зрачок и сам глаз. Как ты думаешь, Алис, этот глаз больше похож на твой? Э, не знаю. Ладно, примерим. Давай, я убираю этот глаз, а ты вставляй тот глаз, глаз монстра, туда. О, хорошо, как скажешь. Давай поставим этот глаз. Готово. Ну, не знаю. А когда то? Подожди, Киса-Алис, у нас еще есть кое-что для тебя. Надо все это показать Киске-Алиске. Давайте быстренько посмотрим. Светящийся бестгейм я уже видела. Что еще? Вот такие электрические светечки девочки тебе приготовили, Алис. По-моему, белая не работает. Спасибо, девочки. А когда то? Алис, потерпи немножко. Еще вот такой вот дельфинчик светящийся. Еще скульптура светящаяся. Вот такая вот красивая светящаяся скульптурка для праздничного настроения. И сердечко. Алис, меня заразила. Ой, какое смешное сердечко на пружинке. Ой, оно еще и светится. Прикольное, да, сердечко? Смотри, Алис, какая красота. Это же просто чудеса. Может, уже торт? Ладно, ладно, держи, я тебе его вот сюда вот вставлю. И пойду, ребят, спрошу, уже сделали они торт или нет? Гипнотизирующее сердечко. Все-таки понравилось, да? Оно гипнотизирует меня. Ну все, настало время поздравлений и дарения подарков. Эйвен с Мишей уже пришли. Вот наш подарок. Какая красивая коробка в виде сердечка, ребят. А что внутри? Ух ты, что это? Развивалки. Так как Алисе скоро в школу, мы решили подарить ей всякие развивающие игрушки. Прикольно. Да, мы старались выбрать ей самые разные прикольные штуки. Я думаю, Алисе должно это понравиться. Тут есть кубики с разными кнопочками антистрессовые, есть кубик Рубика и много всего. Эм, только не совсем понятно, зачем Кисе Алисе антистресс-кубики. Они же человеческие, Эйвен. Но Алиса же скоро в школу пойдет и... А это что такое? А это шарики катать, чтобы в школе не скучать. На переменках, да? Понятно. Смотрите, раз, и я попала. В соточку сразу. Ага. А вот это, мне кажется, был мой подарок когда-то. Но ты же уже наигралась с этой штукой, теперь она пригодится Алиске. Ну хорошо. В общем, мы надеемся, что эти подарки наши с Мишей помогут Алиске в развитии. Давайте сложим все обратно в коробочку, закроем. Киса Алиса, с днем рождения. Желаем тебе счастья. Вот, и больше лайков. Спасибо большое, Миша Эйвен, а когда будет тортик? Скоро, Киса Алис. Так, моя очередь поздравлять, вот мой подарок. Ух ты, Софиш, розовая коробочка, все как всегда в твоем духе. Посмотрим, что внутри. Там не развивалки, но всякие приятности для кисы Алисы. Я думаю, она порадуется. Да, Алиска такое любит. Эта юла у меня уже была, но теперь еще есть оранжевая. Эй, стой. А еще Софиша подготовила для тебя вот такие вот прикольные пружинки, целых две штучки. Смотри, я сейчас буду мотать ее туда-сюда. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Ну что, Алис, голова не кружится? Нравится. Ань, ты как ребенок. А вот этот шарик на ниточке нужно как-то сделать так, чтобы он попал в одну из дырочек. Отличное развлечение для нашего с тобой совместного вечера. Э, у меня не получается. Я могу тебе помогать. Хватать этот шарик и закидывать его туда. Спасибо, опять Софи. Короче, поздравляю тебя с днем рождения, кис Алиса. Поэтому я желаю тебе успеха в школе. Да уж. А вот мой подарок. Юмичу. Что? Что это? Какашка самодельная. А пакетик подарочный? И так нормально. Э, странный подарок. Покемон, ты что мне на день рождения какашку подарила? Серьезно? Я вообще-то старалась. Да? А что? Давайте уважать чужие подарки. А это что, Юмичу? Это покебол, тоже мой подарок. Вот, кис Алис, еще покебол. Нормальная какашка, что вам не нравится? Между прочим, покебол необычный. Его надо включить, и появится покемон. Эм, ну, давай попробуем нажать на кнопочку. Сюда? Да, нажми на нее. Так, и что? Надо нажать. А-а-а. Ух ты, и правда, покемон появился. Ничего себе, прикольно, спасибо, Юмичу. А вот мой подарок тебе, киса Алиса. Слышишь, что там? Там мышка. Ты таких любишь, они пищат. Да, мне нравятся такие мышки. Я такие игрушки люблю. И еще один кошачий подарок, и это вот такая вот игрушка. Я думаю, что Мэджик, который прислал ее тебе, не обидится, что я скажу, что это тебе подарок от всех Мэджиков. Класс, спасибо большое всем Мэджикам за то, что они меня любят. А вот и торт от нас всех тебе на один год. Он, конечно, получился не такой красивый, как Аня делает, но мы с Мишей старались. Нам его нельзя, потому что он кошачий, поэтому с днем рождения, киса Алиса. И приятного аппетита. Наконец-то. Ну, да, на собачьих днях рождения Алиске не удавалось поесть наш торт. Теперь нам на ее дне рождения не удается поесть ее торт. Хотя она, конечно, считает, что она собака. Я собака, просто этот торт только для меня. Ага, да. Да. А вы, ребята, скорее переходите по ссылкам на новые видео на других наших каналах. Особенно на канале Мэджик Фэмили. Преходите фактов обо мне. И на канале Эни Мэджик про школьников. И первое сентября. И подписывайтесь на Интеграм. Увидимся скоро. Нам пора клип на миллион снимать. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!